Если она все-таки начнется, у нас играют команды LastDare и 4.20 в рамках последнего дня группового этапа Pro-серии. Это СНГ коллективы, опять-таки СНГ группы. И мы вроде бы стартуем. Я вот немножко в замешательстве, потому что почему-то все факапнулось и не стартанул стрим по какой-то причине. Сейчас вроде бы все должно быть нормально. Окей, в любом случае сейчас проверим все это дело. Ну а пока у нас ребята разбегаются по рункам. Собственно, у команды СВБ Квиста играет на Гирокоптере, он же Кэрри Смайли на Байне. Пикачушник опять на Шедуфинде будет стоять в миде. Фервион на втором саппорте. Че-Че, кстати, знакомая личка, не из нашей команды, поэтому Дейл играет на Дарксире. Так, ну и, собственно, ЛД Че-Че играет на Брюмастере. Бика, я не знаю, как-то так вроде бы никнейм. В общем, Бика играет на Найт Сталкере. Имбач на Вайпере и на Винтерверне ФВАюшка. Остается только Хацун Микка, который играет на Нинтимаге. А, собственно, драка на руне сразу завязалась. Ну, тут прогнали, побили морду довольно-таки серьезной СВБ и прогнали соперников с рунки. Вот я привык, что обычно Имбач же должен играть правильно на Кэре. Теперь его поправили в мид. Хотя у них в последний раз там были какие-то странные расстановки. Так, ну я по-прежнему не вижу, чтобы стартовал стрим. Хотя, а нет, ну в принципе не прошло еще 2 минуты. Но в любом случае как-то настораживает это немножко, знаете ли. Так, ну я не знаю. Вроде бы сейчас должно все уже появляться. Так, ну окей, пока там ничего нет. Мы будем наблюдать за игрой. Но опять-таки я буду периодически альтабаться, потому что я по-прежнему не вижу стрима на канале. И это меня очень пугает. Фух, все-таки пошел, все-таки пошел стрим. Да, LD против SVB. Первая игра. Ну и собственно начинаем смотреть. Сразу переключаемся на таблицу лост хитов. Видим то, что у нас, кстати, стоит агрессивочка от команды SVB. У них тут стоит герокопт и плюс вайпер на миде. Да, ксфчик помогает делать ферзблат. Нет, даже не ферзблат, второй килл. Бэйм. Слушайте, вот это уже лучшая реализация на самом-то деле Бэйна. Да, вот как-то после фокапа от Чапы ребята из SVB реабилитируют героя. И мне это очень нравится. Очень мне это нравится. Смайли тут просто ромит в миде уже какую-то минуту. И хоть сейчас батой отдали, зато есть уже результат. От второго саппорта, который не стоит на линии, там, стилит какую-то экспу или фарму кэри. Ну, это, конечно, наверное, в про-серии вряд ли, но опять-таки всякое бывает. А вот занимается как раз-таки в миде ромом, докидывает брейнсапы. И там просто SF-чик Skyloaf легко забирает свой первый фраг. Да, у него теперь с рэвбандом, двумя айронбранчами и запуленными тангусами. Есть теперь еще и бутылка. И все-таки перетяжкой, видимо, ребята решили не идти на ботом линию, как своих соперники. И все-таки стоят дальше в своей харде. В принципе, тут фармят на легкой против них Blue Master. Че-че пока что с обидкой смотрит на крипов, которые, к сожалению, достаются не ему. И убегает. Отвода он тут не сделает, потому что стоит обсервер. Во-первых, ну, скорее всего, куда он может сейчас бегать? Ну, никуда опять-таки. Нет, тут... Да, они туда поставили просто вардецкий. Думали, где-то здесь стоит обсервер. Так, нет, все правильно. Реалисую на карте, просто пауза стоит. В общем-то, да, тут не сбили вардецкий. И теперь без отводов и прочего. Да, ну, пауза возобновляется просто моментально. Там так и в миде белка с имбачом дерутся. Против ФСФ-чика не хватает Майна на Койл. Тут Ферви, он прибегает, дает Теликнезис. В принципе, на Фейтболт есть мана. Но если бы сейчас Бику... Я почему-то Белкой его называю. Не знаю. Бика. Бика, бика, бика. Вот такой. Никнейм надо запомнить. Вот частенько замены, на самом-то деле, появляются. Вот и в, по-моему, первом игровом дне были замены постоянные. Вот сейчас видим замены. Это не совсем, конечно, классно. Так, ну и мбач опять поднимаю. Тут саппорт и просто нереальное количество времени роем это в миде. Своему СФу буст, скажем так, дают огромный. Ну, хотя тут экспо немножко подстилено. Но, тем не менее, на один левел все-таки СФ лидирует. Видимо, ромящий Баланар не так эффективен, как Бэйн или Рубик. Опять-таки, первого уровня Баланар отправляется на топ-линию, будет стоять против Бэйна с Герокоптером. Ну, да, опять-таки, СФ с Герокоптером топ-2 по Нетворсту. За ними только, ну, по Нетворсту, наверное, тоже, да, полости там по Нетворсту. Ребята, топ-2. За ними сразу же Хацун и Микун на антимаги, который покупает себе кольцо Регена. Видимо, будет делать себе, я не знаю, фаст Владмирку, что ли. Может быть, ребята пытаются взять Рошана на ранних уровнях. Как-то так. Я не понимаю тогда, зачем это было кольцо. Ну, опять-таки, в Хедраску максимум. Ну, это будет сто процентов не какой-нибудь... Не Танквилай, это будет, я уверен. Ну, Худ, ну, это вряд ли. На такой минуте собирать на антимаги, это бред. Опять-таки, скорее всего, в Хедраску просто взять. Там пока-то в Кондотопе. Герокоптер с Баражами делит, к сожалению, дамаг. Флагкеном накидывает. И, ух, 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 ух. Не долетает по моей сталкеру. Уходит просто Бика на ультра-лоу-ХП. Оп-оп-оп, нет, я все-таки включил звук, я уже испугался, что звук не работает. Все окей. Так, нам пока Shadow Fandom. Да, ну, опять-таки, ромящие саппорты, друзья. Вот Рубик, который вместе по-жесткому пришел, дал фейтболт, дал свой тел и кинезис. Тут даже, верно, с Клодом Рейсом не засейвило. И просто Скайлов моментально добили. Бедненького Вайпера. Уже второй, я смотрю, он фидит в миде. Пока не особо здесь хорошо. Он вписывается, опять-таки. Так, ну там бремастеры. В легкую линию уже едет грежный стик, насколько я понимаю. Кстати, неплохо устроился. Есть у него транквилы уже, да и пятый уровень. В принципе, довольно-таки неплохо. Если сейчас получит ультимейт, можно отправиться на какую-нибудь линию. Плюс телепорт вроде бы летит в Курьере. И вот с таким набором уже можно, в принципе, гангать какие-либо линии. То есть отправиться на тот же самый бот. Ну, Дейл, конечно, со вторым Сюрджом. Но, опять-таки, там накинуть пиво какое-нибудь, дать Клэп. Это будет, ну, легкий фраг, опять-таки. Балабар, кстати, выдвигается почему-то в смоке. Я не пойму, со вторым уровнем без... Ой, без пассивки даже. Хухухухухуху, друзья. Ну, это... Это просто что-то с чем-то. И теперь могут поймать Дараксир. Это на самом деле Дейл. Получает Саленс, получает Войт. Флай, разгоняется, накидывает Артик Бёрн. Ну, тут, в принципе, не заберет, потому что крипов, скорее всего, там не будет. И удар, удар нет. Флай, к сожалению, но Войт прямо, прямо в момент прилетает. Там, если бы хотя бы миллисекунда, успел бы, скорее всего, отрегенить себе ХП Дараксир. И Войт бы там оставил где-то, ну, ХП 10 максимум. А так прямо вовремя. Еще и Смайли гонится за имбачом. Брейнсап дать ему достаточно, но получает ультимейт. Все-таки Брейнсапом добивает. Ну же, кинь на себя шарик. Алло, 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 алло. Найтмейр, Смайли. Что ж ты, красавчик. Ты, в итоге, будет динаиться, да. Потому что за ним уже идет погоня в составе Винтера Верны. Ну, правильно, сделал на самом-то деле. Я вот честно думал, что будет себя сейвить Найтмейром, опять-таки. И уже с телепорта потом уходить. Но, сделав все проще, просто взял фраг и задинаился. Довольно правильное решение. Ну, тут Ча-Ча опять-таки стоит против Гирокоптера. Уже есть шестой уровень. Поэтому можно отправиться на линии. В перспективе. Так, ну, там пока Дейл седьмой уровень. Уже имеет Хидраску. Скоро будет фуловая Мека. Так, Балабар опять здесь. Без Вайда пока что. У нас Манга готов принимать. Но принимает вот здесь. Он получает кулдаун, получает Бражи. Тут Щиток, я думал, сейчас добьет. Потому что четвертого. Но, в итоге, Бараш последним ударом все-таки добивает Бику. И это четвертый фраг в копилку команды СВБ. Да, но пока только так. Три фрага сделано было на Вайпере. Плюс один на Баланаре. Ну, а так, в принципе, ЛД чувствует себя довольно-таки неплохо. Три. У них имеется кила. Так, там пока погоня, судя по всему, за Фер... Фервианом. Да, ну тут... Да. Я вот удивлен, почему добил именно Монавоид. Потому что, ну, как бы первого уровня. И там вроде бы у Рубика не такой уж и большой монопул-то, по сути. Там ультимейт выжег сколько? Половину дамаги. Вот, если верить этому графику. Не знаю, может быть, это Рубик такой хилый, конечно. В принципе, 600 хп. Там где-то 300 хп у него было. Значит, нарезал он где-то на соточку с трех ударов, наверное. Ну, и Монавоид на 200. Скорее всего, где-то так, я думаю. Ну, потому что 500 там умножить на сколько? Сколько там? 0,6, по-моему, может, да? Да, на 0,6. Ну, в общем, это совсем немного. Где-то 250 хп. Ну, прямо точь в точь как надо было. Ультанул отимаг. Ну, и опять-таки сбил телепорт. Ладно, что-то мы зациклились на этом моменте. Там пока ребята из СВБ решили пойти в фастпуш. То есть это уже второй Т1 в команде соперника. Ну, очень нагло, я вам скажу. Ребята здесь... Да, ну, антимаг собирает себе хедраску. Опять-таки во Владмир пойдет. Просто взял себе для того, чтобы можно было спокойно фастпушить. Тут с иллюзиями, с гирокоптером. Совсем без каких-либо проблем будут падать товары. Но там находят Дейла пока что на топе из... Ох, под стеночку попадает Хатсуна и Мико. Но во время делает блинкаут. И в итоге мановой добивает Дарксира. Уже второй раз подряд добивает очень хилого героя. Но прям дамаги вылетает очень много. Может быть, герои, конечно, хилые. Но вау, это просто что-то с чем-то. Окей, пока падает Т3, уже падает. Посмотрите на сумасшедших ребят из СВБ. Они хотят уже зайти на Т3. Но им, конечно, это сделать никто не даст. Тем более, что тут почти во всем составе команда LD. Просто не унимаются ребята. Хотят закончить эту игру, судя по всему, за 15 минут. Но я думаю, стоит хотя бы такими темпами снести. Я не знаю, там в верхнюю сторону, может быть, допушить мид. Но не так уж нагло залетать. Ребят, вы что? С ума что ли посходили там? Да, ну... Парусей радует нас каждым днем вообще. Тут байны, у которых винрейт 0%. Три игры. Да. Ребят, которые на 10-й минуте заходят на хайграунд. Ну, это вообще жесть. Так, ну, клайпи ловят. Сайленс пошел по смайле. Тут еще и критулины вылетают от Чичей. В итоге... Ох, брейнсап вовремя дается. Телеканализм прям под кулдаун. Режет ворожами. Гирокоптер. Это минус Чичей. Тут еще и бику находят. Первый койл. Давай, второй, дружище. Второй койл. Что ж ты? А, нет, тукманы. Но в итоге дальний добивает бику. Это минус 2. Легчайших просто для команды СВВ. И счет уже идет в их пользу. Да, вообще по графикам все время шел в их пользу. Потому что, ну блин, снести 3 тавера за 10 минут. И сейчас будет падать еще и четвертый. Но это просто что-то нереальное. Плюс появляется меку у Дарксира. Там есть трун регенерации. Поэтому думаю, а тут кому? Ассетчику? Фервиам очень наглеет. Имбача откидывает. Но тут помочь некому. И Тавер дубить-то нужно. Что ж, Винтерскеррс пошел в итоге. Гирокоптер добивает. Тавер ультимейт на Пикачу. Пошла Мека. Спринтер Бласт попадает. Вроде бы кому-то еще и ворует ультимейт. Рубик, что ж такое-то? Брюмастер. Три секунды до Праймал Сплита. И нужно пойти кому-нибудь уже выбить кабину. Тут Хатсу на миговое время отблинковывается. Потому что мог бы получить в лицо. Он, кстати, фармит, по-моему, сейчас почти топоч. Но СФ, у которого уже есть Саша Яша, просто обвиняет его по всем фронтам. Бэйн здесь же. Готов. Пошел. Ну что ж ты, давай. Ах, поздно. Поздно дает Найтмейр. Мог бы сейчас поймать на квикасте, на какой-нибудь, ну, Финдгрип, как вариант. Но в итоге просто отдает блинк. Точнее, не отдает блинк, а просто отпускает блинка и уже Рубик забирает блинк, который отдал антимак. Вот так вот, друзья. Остается последняя сторона, после которой ребята из СВБ, боюсь представить, будут иметь уже больше 10к преимущества по голде. Если не больше. Ну тут уже есть M500, что ж вы-то не унимаетесь, ребята, дайте нам передохнуть. Это, безусловно, очень интересно, но экшон, экшон такой. Хочется побольше, на самом деле, вот таких вот игр, скажем так. О, у меня наконец-то появился тот стрим, который почему-то не запустился, насколько я понимаю. Вроде бы. Вроде бы, да вроде бы. Ну, короче, как-то вообще стрёмно тут выходит. Ну, ладно. Окей, похоже, не достанется сегодня мне вводов. Но в любом случае, зато посмотрим за интересной дотой. Там пока весь движняк переходит на ботом. Два героя могут попасться. Телекаризм пошел по Найт Сталкеру. Просто под кулдаун его пускают и баражи. Финкс Грипп по-прежнему не в кулдауне. Брайн Сапом добил Бэйн. Найт Сталкера. Ну, Хацунамику тут не найдут, но, видимо, пойдут пушить бараки. Тут два героя сзади. В принципе, они не могут немножко подмять морду. Поэтому стоит и пасаться. Ну, Бэйна здесь находится. 100% забирают. Пошло пиво. Клэп. В Слип уходить надо. Брайн Сапом выжирает все ХП. Ну, что ж ты. Хорошо. В Слип дает тиммейта соперника. Но Винтерскерс в лицо. И тут уже тиммейты дают телекаризм. Ультимейт от Вайпера. Баражами накидывает гирокоптер. 20 секунд до кулдауна. Он режет. Вроде бы, праймал сплит. Уезжает. Бримастер кидает камень в гирокоптер. Тут просто на 100% слоу. Паражами пытается кого-то следовать. Но в итоге дабл-хилл для Вайпера. И уже только Рубика остается отпускать. Потому что... Ну, блинк. Ну, это просто блинк. Как бы тут против блинка не пойдешь. Окейс, 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 окейс. Дарксир занимается какой-то тусой. На топе его ловит балабар. Вроде бы дает сайленс. Он вроде бы там... Нет, на единичку всего лишь дает войд. Ну, сейчас просто на сюжете будет эскейпиться, скорее всего, Дейл. Может даже в ответку поймать кабину на самом-то деле. Но ограничивается просто тактическим наступлением. Хотя рядом тиммейты в смоке уже разбили. Готовы бить кому-нибудь морду. И я хочу увидеть флингриб от этого Байна. Пока что он сбрасывает винрейт 0 на Байне, скажем так. Там сползтили трубик. По-прежнему блинки ему нравятся больше всего. У антимага он их ворует просто по КД, которые, кстати, тут почти замакшены. КД, что всего 5 секунд на последнем уровне прокачки. Ну и СВБ заходит на Рошана. В принципе, взяли кучу линий. Теперь готовы с Эггисом месить бараки. Получается вот такой вот водик на 20 минут, я думаю, с лишним в итоге выйдет. Да, ну Эггис, в принципе, для Пикачушника. И готовы сносить уже, я думаю, бараки и трон. Да, ну тут Эггис, Саша Яша. Тиммейты там уже Аркана имеются. У двух героев есть еще и Мека. Думаю, сейчас Гвардиан Грифсы подъедут. Так, ловят вверх. Ну, не клея здесь все пошли. Койл раз. Фейтболт. Но в итоге, по-моему, не отпустят. Да, Брейнсап добивает бедную птичку. И 8-7. И на этом пушатся бараки, друзья. Т3 падает. Имбач ничего с этим не сделать. Есть у него баклер, который нужно сейчас прожимать и идти драться. Здесь Чаче откудешился. У него Праймал Сплит. Мека Юзайца. Тут просто моментально падают все крипы. Пытается как-то накинуть пиво Брюмастер. Но пока плохо получается. Падают товара очень быстро. И бах, бах, бах. Уже минус Т3. На миде там по-прежнему лоу-хпшный на боте. Хоть нет, там много, просто показалось. Ну ладно. Так, SF сбивает Вайдом ультимейт. Винтерскерс хорошо под куловном дерутся. Под ультимейтом там кто? Герокоптер вроде бы на него слипят. Имбач по стенке. Хорошо, сейчас Телекинезис по-двоим встанет. И еще и в финсгрипе Баланар. Это минус 3. Ну и, по-моему, это ГГ в первой игре. Отпускают только Брюмастера. С ним даже делаем. Ведь не хотят, просто сносят первую сторону. Сейчас, да, пойдут просто на ботом, да. Да-да-да, вот так вот. Ну и ГГ, собственно, от F-Fly. И заканчивается первая игра. Моментально, друзья. За 15 с лишним минут справились ребята из СВБ. На этом мы уходим на большую музыкальную паузу. Друзья, не раскрадитесь. Скоро будем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.